Все, запись пошла, вот, сегодня с нами на связи Светлана Мельникова, да? Можете рассказать? Да, спасибо. Привет, Светлана, самое главное, чтобы вопрос был неожиданный для меня. Неожиданный? Ну, конечно. Ну, давайте. Мы же и так задавали сериал, где неожиданные вопросы задают, а не подготовленные. Понятно, понятно. Ну, вот, я сначала, ну, самое такое первое, мне хочется в группе позаниматься. Это даже не вопрос, хотела просто узнать. В группе, не само, я посмотрела, я только начинаю, просмотрела пять упражнений, и как-то мне вот одно из себя организовать трудно, и потом там много говорят нюансов, как вот себя. Ну, конечно, эти упражнения сейфродимнастики, это классические. А надо подбирать, опираясь на эту классику мою, подбирать индивидуальные. Они могут быть совсем и другие тоже, но идти по пути легкости, по пути наименьшего усилия, не преодолевать никаких болей, там, не надо напрягаться, не надо делать над собой на стиле. А чтобы подбирать эти индивидуальные приемы, которые автоматически снимают стресс, настраивают вас на творство и так далее, для этого нужно в школе быть. А для того, чтобы быть в школе Homo Futurus часть будущего, нужно войти там по ссылке, там под любым видео нашим есть в конце ссылки в школу Homo Futurus и ВКонтакте, и в Фейсбуке группы школы Homo Futurus, пожалуйста, вы войдите туда. А там наши участники, там есть и многоопытные участники, я вообще горжусь нашей школой, там такие суперские есть участники. Да, да, всем привет, друзья. И вот, пожалуйста, там идет обмен опытом, это все бесплатно, там идет обмен опытом, и вы пишете свой вопрос какой-то там, и все участники дают рекомендации, но они при этом, если они еще не специалисты, обязательно пишут, что это мой личный опыт, делюсь своим личным опытом. А вот только кто специалист уже, которого я подготовил, тот имеет право сказать, делайте вот так, делайте вот так, понимаете? Чтобы вы не путали, раз вы новичок, хорошо? То есть можно онлайн и, ну, допустим, приехать к вам где-то, есть такая возможность? Я вам сейчас объясняю. У нас в школе онлайн, в школе онлайн, личные проблемы какие-то, которые человек не хочет там при всех обсуждать, например, один раз в месяц бывает очередной вебинар, онлайн-курс, и человек не хочет перед всеми обсуждать проблемы, а хочет лично ко мне, например, прийти, да? Ну, к примеру, да, к примеру, то можно и не обсуждать, потому что метод клюши – это такие приемы и такие принципы, правила и подбор индивидуальных приемов, которые развивают у человека способность регулировать своим состоянием, и поэтому нет необходимости куда-то ко мне ездить, и нет необходимости раскрывать свои личные проблемы. Там при всех. Нет необходимости этого делать. Ко мне лично ехать, ну, ко мне приходят люди иногда, ну, которые у меня там в специалисте, готовятся как специалист, понимаете? А как просто так вот приезжать, смотреть, как на других тренинговых центрах, это все не нужно, потому что мы банки не ставим, горчичники не ставим, массажи не делаем, нам нет необходимости. Метод клюши, он потому уникален во всем интернете, что позволяет помочь человеку по интернету, потому что те приемы и упражнения, которые я придумал и даю, они, и эти принципы и правила, которые новые во всем интернете, они помогают человеку помочь себе, не отходя со своего места, и обучают его регулировать свое напряжение в любой реальной ситуации, хоть в самолете, хоть под водой, хоть где угодно, понимаете? В этом-то суть и новизна, и уникальность. Поэтому, пожалуйста, если вы просто в гости хотите ко мне прийти, это другое дело. Но это надо долго готовиться, мне надо чай готовить, поставить. Вы видели мою картину чайник, нет? Наверное, нет, но я смотрела, наверное, видела, я смотрела вчера. Ну, понятно. Но для обучения достаточно, это же современная образовательная технология. Для обучения достаточно быть в онлайн-школе. Все там бесплатно, там любез против стресса бесплатный, обучение людей бесплатно, обмен опытом всех участников бесплатный. Один раз, один раз в месяц идет платный онлайн, особый мини-онлайн-курс. Несколько часов, один раз в месяц. И там все выходят, и двоечники, и пятеречники, кто хочет поделиться, кто хочет задать вопрос каверзный. Я там всем отвечаю, и все обучаются. Вот такая уникальная штука во всем интернете. Поэтому попробуйте вот так. А если у вас что-то еще, какой-то вопрос сохранится, останется, в личке мне напишите, или в скайп ко мне выйдете, я бываю в скайпе после 19 часов по московскому времени, и напишите, у вас есть эксклюзивный такой пароль, я участник школы Кома Футурс. Вот. И хотел бы вам задать такой вопрос. В скайпе мне прямо после 19 часов напишите, а я уже отвечаю, кто просто мне пишет там, и кто участник пишет. И сразу стараюсь участнику в первую очередь ответить на вопрос. Вы меня поняли, да? Да. Ну, у меня вообще задача такая, освободиться от напряжения, вот мысли одолевают сильно, просто вот раздрайв. Ну, так это самое первое, чем мы в школе занимаемся. Я сразу и почувствовала, что это мое. Ну, конечно, но это вообще не вопрос. Наш метод как раз таки в этом отношении быстрее всего в мире работает, и проще всего в мире работает. Знаете почему? Потому что он основан именно на тех действиях, которые человек делает сам, инстинктивно, не обращая внимания на это. Вот когда у него раздрайв, когда у него проблемы, он делает какие-то действия инстинктивные, чтобы себе помочь. А я просто как ученый человек, я это все пронаблюдал за 40 лет, это вычислил. Вот что он делает инстинктивно. А ну-ка, я ему подскажу, попробуй это сделать сознательно. И вдруг, когда он сделал это сознательно, вдруг он обнаружил, что у него стресс снялся. То есть это такое удивительное открытие научное, потому что человек это делает и сам. Просто не обращает на это внимания. Но если он это сделает сознательно, в виде приема отдельных, ну, например, вот вы иногда чешете себе голову, ну, не вы, допустим, а мужики чешут себе голову, когда думают, где деньги взять там, или еще что-то, как это? Чешут голову, да? Ну, не знаю, чешут репу, что ли, или что они говорят там, что мужики говорят, вы не знаете? Я знаю, я знаю. Духовей, скажи. Джин, исполни мне три желания. Что, что? Джин, исполни мне три желания. А, Джин, исполни мне три желания. У нас Алексей и Морисы я тоже не знаю. Я просто хотел сказать, что вот это действие, это же одно из повторяемых действий. А есть жвачку жуешь, а есть там карандашик, где ребенок крутит там, когда что-то рисует, там карандашик крутит. Или крестик. А ногти грызет. А ногти грызет, или ногой качает, или ногой качает, или ходит туда-сюда по комнате. Вот я это и сделал, научное открытие, что эти повторяемые действия, они направлены мозгом на то, чтобы снижать напряжение. И когда я вам покажу, как регулировать чистоту этих повторяемых действий, начиная от моргания век до того, как трясти ногой, так как трясти с телом и делать кросс, это все повторяемые действия. То вы заметите, что при определенных повторяемых действиях вы даже не сходя с места, даже не качая ногой, ничего не делая, а внутри себя это действие сделаете, и у вас тоже снижается напряжение. И вы выйдете из состояния. После того, как потренируйтесь, сначала сознательно сделать эти упражнения. У вас выработается навык, способность разовьется, и вы это будете делать мысльно, в любой обстановке. А некоторые упражнения больно, ну там плечо болит, вот мне хлест больно. Там вот я смотрю... Не делайте хлест, у нас первое правило, принцип подбора путем перебора, направление, поиска самых легких действий, самых легких, самых простых, самых доступных, которые не вызывают... Правила нету, допустим, даже вот этот хлест, одну руку наверх, там менять руки, потом... Это не важно, да? Не важно делать, как легче. Как делать. И когда человек делает, так легче, у него снимается напряжение, и потом он сложные вещи может... Ясненько. Как у нас в народе говорят, капля по капле, да? Или начинай с простого, да? Поэтому, если вам это трудно делать, и не надо. То есть у нас в школе необычное правило обучения. Делай как проще, подбирай, что легче, делай именно как приятнее, и ты заметишь, что после этого ты можешь делать и неприятные вещи легче, понимаете? То есть какие-то камни поднимать сможете, если вы сначала сделаете вот то, что вам легче, понимаете? Ну, здесь трудно все это объяснить в двух словах, здесь не формат. Ну, в школе задайте этот вопрос. Я вам расскажу, как это делать. А то я думаю, если неправильно... А то я думаю, если я неправильно буду делать хлёст, значит, что-то упущу. Правильно вы говорите, потому что пока вы не знаете системы, конечно, это всегда так. Если я не знаю чего-то, я тоже стараюсь понять, как это сделать. Поэтому я в школе тоже стараюсь сначала объяснить. А потом вы будете свободны, потому что вы, когда поймёте, что два за два, четыре, вы всегда можете теперь в любом магазине быстро посчитать. Правильно? Хасай, спасибо вам огромное. Я много лет назад сначала столкнулась с вашими упражнениями, а потом как-то жизнь закрутила, я вас потеряла, я забыла, от кого я видела. И искала, искала, пять упражнений, писала, писала, ничего мне не попадалось, а потом в контакте неожиданно, друг мне, ну, друг какой-то там вообще незнакомый выкладывает вас, я прям аж, прям вот, обрадовалась. Вы знаете, а вы будете счастливой женщиной, я вас уверяю. Потому что вы на самом деле очень, очень позитивный человек, очень обаятельный человек. Я вам хочу, и для всех хочу сказать, человек по своей природе, по своей изначальной природе, вот, если не испорчен дефектами воспитания, агрессивным отношением, если ему не говорят, а, то, что ты делаешь, кому это нужно, вот если этим всем он не испорчен, на самом деле человек по своей природе хороший. Да, я тоже верю в это. Да, 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 да. А вот эти все дефекты воспитания, там, дефекты напряжения, стрессов и так далее, мы как раз помогаем человеку, поскольку он внутри себя позитивный и хороший, он творец по природе, он так выработан генетикой, эволюцией, миллионами лет, он стал творец, да? А мы помогаем ему снимать, чтобы он научился подбирать те действия, которые снимают напряжение. Когда он несколько раз это делает, у него вырабатываются способности, он уже может обходиться без искусства. Я уже давно в разных поисках себя, так называемых, на разных встречах. Правильно вы делаете, я не забываю повторять, только почемучки становятся великими. Раз вы все время в поиске, значит, вы будете счастливы. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. До встречи на школе, до встречи. Обязательно спасибо. Спасибо Алексею. Алексею, что Зима как-то умеет, он коммуникатор получился. Вот реально, я даже не поверю. Вот интересно, если человек вышел ко мне с вопросом, я хочу стать миллиардером, покажи мне, как это сделать. А на самом деле он великолепный коммуникатор. Вот оно, его собственно, как говорится, я бы сказал, часть его предназначения. А хочет он быть миллиардером, так пусть будет, кто ему мешает. Может, он в школе поможет тогда. Спокоя просто хочется. Конечно, конечно. Алексей, поэтому тебе спасибо, дорогой. Все, согласен. Идем, делаем. Как за шагом. Все, давай. Спасибо вам. Вы мне украсили настроение. Давайте, друзья. До встречи.